Вторая половина декабря время предновогодних банкетов. Коллеги и друзья могут собраться в кафе на открытом воздухе или совместить два в одном в агроусадьбах. Правда, именно для агроусадеб этот сезон корпоративов может стать последним. В указ о мерах по развитию агроэкотуризма ожидаются поправки, где планируют прописать перечень услуг, которые имеют право оказывать усадьбы. И там, вполне вероятно, не будет свадеб, юбилеев и корпоративов. Не более 20 туристов одновременно. Так написано в документе, который Министерство спорта и туризма вынесло на обсуждение. О переполохе на рынка агро-тур-услуг и реакции на грядущие перемены расскажет Олеся Рыбалка. Сторожил в агротуризме Игорь Исаев делал ставку именно на лошадей. Было это еще 10 лет назад, когда только заработала его усадьба. Контактный зоопарк за годы обзавелся и другой живностью. Есть и весьма редкий экземпляр – черный лебедь, уроженец Австралии. Дети приезжают, их кормят, она абсолютно ручная у нас такая. Да, 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 ну скажи что-нибудь. Для владельца усадьбы это больше хобби, но хобби затратное. Свадьбы не проводят, столы постояльцам не накрывают. Но 2-3 дня рождения в месяц со своим помогают держаться на плаву. Новая редакция указа это запрещает. Если будет это приравнено к ИП, то я думаю, что мы, наверное, закончим. Изменения, если и нужно уносить, то их все-таки нужно доработать. Хозяин, к примеру, предлагает ввести градацию усадеб. Ведь кто-то на банкетах лишь изредка подзарабатывает, а для кого-то это единственный и, понятно, весьма прибыльный бизнес. По имеющимся сведениям, в Могилевской области в чистом виде предпринимательской деятельностью занимается единичная усадьба, порядка трех-четырех. Работа остальных направлена в большей степени на развитие агроэкотуризма. Против тех, кто под видом агротуризма занимается исключительно гостинично-ресторанным бизнесом, выступают не только чиновники. С такими правилами игры не согласны и рестораторы. Экоусадьба – это экоусадьба. Если вы занимаетесь услугами баров, ресторанов и кафе, то, значит, пожалуйста, тогда и такие же требования, как и ко всем, и по налогам, и по санитарным нормам. Грядущие изменения призваны четко разделить два понятия – предпринимательство и общественное питание и агроэкотуризм. И пока для всех усадеб без исключения. В первую очередь предлагается более точно прописать перечень услуг. Сдача жилья в наем, охота, рыбалка, катание на лошадях, ознакомление с природой и историей края, а также блюда из продуктов местного производства – все это остается прежним. Но в перечне есть еще один пункт – иные услуги. И именно его столь вольно и трактуют владельцы тех усадеб, которые организуют в них свадьбы и банкеты. И именно его предлагается исключить. Хозяйка этой усадьбы для занятия агротуризмом однажды жизнь городскую сменила на деревенскую. Белорусский колорит теперь и продвигает в массы. Национальные блюда, венники, фестивали в стиле фольк, хозяйка даже свадьбы, которых у нее в этом году было пять, проводит в соответствии с традициями. С обрядами, с какими-то, да. У нас и украшаем залмы в таком стиле, костюмы одеваем национальные. А еще Светлана Маханькова – член экспертной группы при Министерстве спорта и юризма Беларуси. С коллегами отстояла, чтобы ограничения по количеству, 20 туристов максимум, не распространялись на экскурсии и тематические мероприятия. Иначе, как, к примеру, принимать тех же школьников, которые вот-вот начнут съезжаться в усадьбу на новогодние елки. А вот судьба банкетного зала, под строительство которого был взят кредит, пока под вопросом. Пять лет еще выплачиваюсь, и поэтому вот я не знаю, что будет дальше. Так все же, агротуризм в чистом виде или банкеты? А может какой-то микс? Пока вопрос остается открытым. И, наверное, чем больше мнений будет высказано, тем более правильное решение будет принято. Продолжение следует...